Невероятные союзники. Автор Оилен Хит. Глава первая. Ковчег. Снаружи доносился отдаленный грохот разрывов, но Ирис сосредоточенно работала, стараясь не обращать внимания на звуки боя. Ей нужно было проверить все криокамеры и систему термостабилизации хранилища. Половинки тяжелой двери шлюзовой камеры с шипением разъехались в стороны. В зал управления ввалился Лэнс, воин из клана Меча, начальник охраны комплекса Ковчег. Воин устал, его доспех с ног до головы покрывала кровь, и он сам уже не чувствовал, только ли чужая. Позади него стояли еще двое, они выглядели не лучше. «Внимание всем!» – объявил Лэнс, и все в зале повернули голову. Обычно охрана старалась не мешать ученым и инженерам, действуя предельно корректно и незаметно, но сейчас Лэнс привлек всеобщее внимание, и Ирис поняла, что это неспроста. «Они наступают! Снова!» Лэнс всегда был немногословен. «Мы не сможем сдерживать их долго. Нам удалось захватить древнего. Он смертельно ранен и долго не протянет. Мы оставили его в шлюзе, связанного. Возьмите его генетический материал столько, сколько сможете. Потом усыпите его. Этот успех обошелся нам недешево. Шесть воинов героически отдали своей жизни. Пусть их подвиг не будет напрасным». Ученые-инженеры переглянулись захватить живьем одного из древних – это был редкий случай. «Сейчас мы уйдем и больше уже не увидимся», – продолжал Лэнс. «Мы будем держать оборону столько, сколько сможем. Не ждите нашего возвращения. Как только наши огоньки на панели погаснут, блокируйте комплекс». «Но как же...» Доктор Санфлауэр, глава научной части проекта, выглядела растерянной. У нее тряслись губы. «Так надо, доктор», – коротко ответил Лэнс. «Нам не сдержать этих обезумевших. Другие комплексы, те, что еще и отзываются, тоже под атакой». «Единственная наша надежда – проект Ковчег. Вы должны переждать, пока безумцы на поверхности не перебьют друг другу. Тогда эпидемия прекратится сама собой. Не подходи». Он сделал предупреждающий жест. Санфлауэр, сделавшая был шаг навстречу, ему остановилась. «Мы контактировали с ними. Близко. Мы пока не знаем причину безумия», – пояснил Лэнс. «Если оно заразно, сама понимаешь. Когда наши индикаторы жизни погаснут, заваливайте главный тоннель. Безумцы не смогут прокопаться через тысячу тонн камня. У вас есть криокамеры, запас воздуха, пищи и воды. Вентиляция работает. Реактор антиматерии на малой мощности протянет не одну сотню лет. Вы должны выжить и сохранять генофонд. Это наша последняя надежда. Проверьте запасные выходы, но не вскрывайте их, чтобы не привлечь обезумевших. Всем все понятно. Тогда мы уходим». Лэнс повернулся и скрылся в шлюзе. Двери захлопнулись за ним и его воинами, и Ирис поняла, что больше они не увидятся. Санфлауэр вышла на середину зала, собрав все свое самообладание. «Вы все слышали Лэнса? Он прав. Может быть, это наш единственный шанс. Нас мало, но мы хранители генофонда. Пока хранилище цело, остается надежда. Алоэ, пинус, оук». Она взглянула на врачей из клана Синего Цветка. «Займитесь древним. Эйсер, помоги им». Эйсер, техник из клана Щита, молча кивнул, взял сумку с инструментами и пошел к медикам. «Скажите, когда будете готовы». Пинус кивнул, сосредоточенно собирая оборудование. «Ирис, Дейзи, что с креокамерами?» спросила Санфлауэр. «В основном порядок, но мы еще не все успели проверить», доложила Ирис. «Продолжайте. Я свяжусь с комплексом древа. Анемон, Кранбери». Она посмотрела на парочку из клана Свитка, операторов дата-центра. «Попробуйте переписать информацию в наш банк данных». «Конечно, Санни». «Думаю, стоит стереть из памяти всех комплексов упоминание о проекте Ковчег». Предложила Кранбери. «На случай, если кто-то из противников придет в себя и получит доступ к базе данных. В креокамерах мы будем беззащитны». Санфлауэр обвела взглядом коллег. «Все согласны». Все переглянулись. Анемон молча кивнул. «Да, так безопаснее», сказала Стробери, инженер из клана Стилуса. Ее голос слегка дрожал. «Решено. Все за работу». Ирис и Дейзи, еще одна инженер из клана Шестерни, с которой они обычно работали вместе, снова сосредоточились на проверке криотехники. Время от времени Ирис поглядывала на контрольную панель, где желтыми и зелеными огоньками горели сигналы жизнедеятельности каждого из членов персонала комплекса. 3D-огоньков отдела охраны постепенно окрашивались красным, потом начинали мигать и гасли. Прошло много часов, Ирис перестал ощущать время. Трое врачей и Эйсер вернулись из шлюза. «Все, древний мертв. Мы собрали все, что смогли», доложил Пинус. «Заложите собранное в хранилище, отдыхайте», приказала Санфлауэр. Едва они ушли, как снаружи послышался грохот обвала, и последние несколько огоньков охранников на панели погасли. «Тоннель завален», – бесцветным голосом произнесла Дейзи. «Теперь никто не сможет сюда войти. И выйти». «Нет, то и не понадобится. Ближайшее столетие, как минимум», – проворчала Ирис. Подготовка заняла почти месяц. Все жутко вымотались. Даже Кранбери перестала выкладывать на общий сервер проекта свои короткие, смешные и хидные рассказики о жизни и соперничестве двух вымышленных кланов, за которые она заслужила прозвище «Развесистое». Последние два дня к привычной уже канонаде взрывов примешались редкие гулки-удары, от которых содрогался весь гигантский подземный комплекс, а с потолков всыпалась пыль. Эйсер сказал, что это бьют орудия фортитюда, оборонительного комплекса щит. Ирис смельком удивилась. До этого им еще не приходилось пускать в ход эти чудовища, каждое попадание которых способно проделать новую долину в стене окружающих гор. Видимо, древние усилили натиск, может быть, даже пошли на решающий штурм. Но она так устала, что уже была не способна удивляться. Ей и Дейзи помогали почти все ученые-инженеры комплекса. Даже Старгейзеры и Мундансеры из клана Орб, обычно нечасто общавшиеся с инженерами и техниками, сами, без команды Санфлауэр, взяли сумки с инструментами и занялись проверкой рекреационных камер, внимательно выслушав инструктаж Дейзи. Санфлауэр назначила Ирис старшим инженером, вместо старого ворчуна-кактуса, не выдержавшего столь интенсивного темпа работ. Старик умер прямо на рабочем месте. Работы было очень много. Нужно было проверить более тысячи криокамер, хранилища генофонда, полтысячи рекреационных камер, несколько камер сомноопыта, взятых из проекта Морф, дата-центр, энергетическую систему, фильтры и вентиляцию, водопровод и систему водоотведения и множество других вспомогательных систем и устройств. Наконец, все оборудование было подготовлено. Криокамеры и хранилища генофонда проверены многократно. Ирис доложил руководству о готовности. По команде Sunflower все члены персонала комплекса разошлись по криокамерам. Перед ее глазами закрылась стеклянная створка. Послышалось легкое шипение усыпляющего газа, и Ирис почувствовала, что ее неумолимо клонит в сон. Анализируя данные последнего эксперимента, Тихон Лентов почувствовал, что нащупал что-то интересное. Несколько дней подряд он никак не мог отделаться от мысли, что он бродит вокруг чего-то важного, но результат никак не давался. Владимир Александрович Фок, с которым он обычно советовался, на этот раз тоже не мог ничего подсказать. Лентов строил графики по бесконечным колонкам цифр, выползающим из печатающего устройства, накладывал их друг на друга, пытаясь выявить закономерности, но кривые расползались хаотично, и он никак не мог связать их между собой. Лентов попробовал варьировать модулирующую частоту, и в одном из пробных прогонов, внутри стальной ограничивающей рамы, неожиданно соткалось мерцающее зеленое полотно света. Это произошло так внезапно, что Тихон Андреевич даже вздрогнул. Он ожидал, что явление тут же погаснет, так же быстро, как и появилось, но оно, похоже, было устойчиво. Лентов записал параметры, на которых работала установка. Саваться в зеленое свечение он не рискнул, выключил аппаратуру и сначала, как следует, обдумал ход дальнейших экспериментов. Для начала он попытался воспроизвести явление на тех же параметрах. Оно действительно оказалось устойчивым. Зеленое сияние вспыхивало внутри рамы каждый раз, когда он включал ток и выводил поле на нужные частоты. Вся хитрость как раз и заключалась в подборе требуемых соотношений частот. В ходе этих экспериментов в лабораторию вошел профессор Фокк, а следом за ним Роберт Людвигович Бартини. Оба ученых, не веря своим глазам, разглядывали мерцающий лоскут зеленого сияния. У них на глазах Лентов сунул в сияние обычную палку от швабры, готовую в любую минуту бросить ее, но ничего не произошло. Бартини обошел вокруг рамы и заглянул за нее. «Тихон Андреевич, а палка сзади не торчит», – констатировал он. «Кажется, мы на пороге грандиозного успеха». Лентов не мог сдержать радости. «Или грандиозного шухера», – добавил Фокк, усмехаясь. «Нам нужен какой-то зонд, радиоуправляемый аппарат, который мы могли бы отправить в проход», – предложил Бартини. «Например, один из этих новых роботов на гусеницах. Неизвестно, какие в том мире условия, к примеру, там может быть другой состав атмосферы, низкое давление, вредные бактерии в атмосфере, или вообще атмосферы не будет». Радиоуправляемую гусеничную тележку доставили через два дня. Ученые занялись монтажом приборов и их подключением к аппаратуре связи. Главными приборами были телекамеры. Одну из них смонтировали на двухметровой штанге. Робот сдвинулся с места, приблизился к раме и вдвинул камеру в мерцающее сияние. На экране телевизора, подключенного к камере, ученые увидели прекрасный пейзаж. Природа была похожей на земную. Больше всего пейзаж напоминал большой яблоневый сад. Они попытались выводить камеру из сияния, выключать поле, а затем включать и вводить камеру в поле снова. И каждый раз видели на экране телевизора один и тот же прекрасный пейзаж с яблонями, усеянными крупными, сочными, налитыми плодами. «Похоже, товарищи, тоннель устойчив», – заключил Бартини. В том, что это был именно гиперпространственный тоннель, никто из ученых не сомневался. Решившись рискнуть роботом, ученые запрограммировали тележку на самое простое движение – вперед и назад. Робот въехал в проход и вернулся через несколько минут, взяв пробы воздуха, почвы и растительности. Анализ проб воздуха показал, что его состав слегка отличается от земного. В нем было несколько больше кислорода, чем на земле. Намного меньше углекислоты и оксидов азота. Срочно организованная ФОКом биологическая секция, проведя тщательные исследования, подтвердила, что микрофлора, хотя и отличается от земной, но опасных микроорганизмов не обнаружено. «Поздравляю, Тихон Андреевич! Похоже, вы сделали ту самую дверь в лето», – задумчиво произнес Бартини. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова